Меня зовут Каролина Ахион. Меня зовут Мишель Андраде. Меня зовут Алевтина Кахидзе, художница. Мария Гайдар. Меня зовут Селия. Зара Гусейнова. Меня зовут Марина. Меня зовут Кизель. Я себя идентификую как украинка крымско-татарского походжения. Украинская еврейка. Можно так сказать. Я украинка ромского походжения. По национальности я кореянка, но всю свою сознательную жизнь я живу в Украине. Отец Лизи грузин, я украинка. И мы придумали о том, что пары грузин и украинцев создают грузаинцев. И поэтому у Лизи национальность грузаинка. Я из Белоруссии. Я очень горжусь белорусами. И всем, что они делают. Поэтому мне очень радостно признаваться в том, что я оттуда. Я абсолютно пишусь тем, что я ровный. И я никогда этого не прихожу. Я очень люблю свой народ, свою культуру, свою мову. Но одновременно я так же люблю и украинцев. У дотинства через то, что у меня было много дискриминации, насилия, как физического и морального. Я не любила говорить, что я кримская татарка. Не любила свою национальность. Я соромилась своего походжения. Я соромилась даже своего имя. Я его скорочивала. Моя мама завжди с бабушкой жартувала. Говорила, бьют не по паспорту, а по обличчю. Хлопцы и девчата после школы пытались убить меня. И я очень быстро бегала. Все же в компании. Кто-то начинает говорить, что все хотят. И я тогда говорю, а я тоже хотят. Обычно, когда я перехожу в новую школу, я темнокожая одна. И поэтому для людей, для детей особо, это очень теплое. С одной стороны вау, с другой стороны... Да, ну бывали какие-то ситуации, что меня вдавали. Особенно дети, которые моего возраста, они все-таки, если им просто нечем меня больше задеть, то они задевают меня только этим. Когда мою маму хотят образить, или высловить какой-то негатив, они всегда пригадывают. До-си, до-си. Это не Киев, это маленькое город. Они до-си пригадывают то, что моя мама колись, колись мало стосунок с африканцами. Это угодно. Таким образом появляется дискриминация, когда ты видишь только с одной точки зрения, и все, и ты уперся в этом. Мне кажется, надо быть шире, открываться и понять, что эти люди могут это, я могу это, они могут по-другому. Особенно я никогда не сужу людей по их внешности. Для меня, в принципе, все люди красивые. Поэтому я не понимаю, откуда это берется. Я считаю, что основная вещь, которая причиняет вот такие загострения, это недостатный брак знаний. Будь что, даже дискриминация, если ее узугольнити и подумать о ней, то в среднем есть страх. Там, где ты живешь, там и есть твой дом, народ твой, родина твоя. Мы все одна родина. Даже когда были такие думки поехать, сердце болело и плакало, и я хотела жить именно здесь. Украина для меня мой дом. Я дома. И если бы мне не напоминали, что я приехала из России, то я бы, наверное, это забыла. Мы тут народились. Это наш дом. Мы говорим украинской мовы. Мы знаем все традиции. Мы их поважаем и дотримуемся. Хотелось бы, чтобы и украинское общество, и люди, которые живут рядом с нами, так же воспринимали нас и понимали, что мы не чужинцы. Я балдею от названия вашего проекта «Своя». И мне кажется именно так. И хотелось бы, чтобы относились как к личности, к человеку. И только потом все его какая-то идентификации. Относились как к своим и не к другим. Не к другому. Мне бы хотелось, чтобы была дитяная заинтересованность в желании изучить, в желании познать культуру такого народа и эти особенности. Потому что всякие знания нас обогачивают. И знания про крымских татар, я уверена, будут обогачивать украинцев так же. Мир изменился. Моя дочь, она для себя не решила. Война на национальности, украинка она или еврейка. И это очень хорошо, что она вообще не этим вопросом не должна задаваться. Мне кажется, что этот вопрос я скорее поднимаю, и ей приходится думать на эту тему. Напевно, что нужно людям рассказать больше историй про то, что украинцы, они не только традиционно такие, яких мы звукли бачить, яких мы бачим каждого дня, которые нас оточивают, а они могут быть другими. Они могут быть украинцами в сердце, при том, выглядеть немного по-другому. В этом нет ничего такого. Это нормально. Это просто нормально. Друзья и... И Украина. И Украина, они любят друг друга. Очень. Как мамико и дедико, так? И украина. 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 И украина. Продолжение следует...